Нищебродов вы должны сразу раскалывать. Первое, вот вы идёте в ресторан, посмотрите, мужчина вас чему гощает. Если он говорит, мы будем только салат и десерт, всё, блядь, запомните, нищеброд. Когда ты приходишь в ресторан, вообще нормальный мужик тебе устроит презентацию. Первое, второе, третье, компот, блядь, ещё с собой заверните. Сколько ж она жрёт, ёпта. Том, девочки, очень смотрите, как он общается с официантами и сколько он оставляет на чай. Если этот человек оставляет меньше 10% на чай, или там собирает какую-то мелочь. Девочки, некрасиво подглядывать, но смотрите обязательно на это. Куда он поставил, вы ещё обращайте внимание, куда он поставил машину, на какую парковку. Это всё состоит из мелочей. Нищеброд всегда поставит машину, где бесплатно. Приедет на метро, скажет, ой, ты знаешь, мы не пойдём сегодня в ресторан, давай сходим в кино. Нищеброды особо не любят тратиться. Понятно, ясно. Ребята, всем здорово, саночный, саночный. Знаете, мне иногда страшновато даже, допустим, не то, чтобы там, мне даже не хочется, не то, чтобы там не хотелось бы там платить за неё, как бы, да, это вопрос понятный, там платить за бабу-то за шквар, но смысл в том, как бы, да, устроить презентацию. То есть ты приходишь на свидание к ней, да, а она просто сжирает первое, второе, третье. Понимаете, мне сразу вот в память приходит, помните этот, как его, приключение Шулика, как этот там, хулиган здоровый такой ел, помните, да, кто не работает, тот ест. Низку такую супа манданул, шашлычок, да, потом компот, короче. Вот, а тут ещё она и третья хочет, как бы, там было первое, второе, компот, она хочет первое, второе, третье компот, то есть, короче, миску борща такую сиротскую, такую нормальную, да, вот, тарелку там макарон, каши там, не знаю, там, ещё чего-нибудь, как бы, вот, и такой шашлычок, ребята, ну, так это было бы в случае там Феди этого с фильма, как бы, да, а тут она же захочет что-то поинтереснее, покозырнее, да, ну, такую жаровню устриц, да, будет жрать, сидеть ложкой, да, хотя там и кушают, там, я не знаю, там, несколько штук, потому что просраться можно потом. Ребята, я вам открою секрет, может быть, что вот эти вот пожрушки, когда приходят с первых свиданий, да их накормили до отвала, ребят, они потом срут три дня, причём по носам, потому что сжирают только всё, что может влезть. Ну, а как, ну, как, ну, вы представьте, ребята, то есть, вот, приходишь на свидание, у тебя халява, да, чайочка пришла, как бы, и она будет жрать, 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 какой желудок это выдержит, ребята? Так что просто, понимаете, вот, когда вы представляете, типа, что, о, я нашёл не так усечку, сейчас её обедом угощу, и у нас всё с ней будет хорошо, просто представь, как она срёт после этого свидания, дружище, и эти мысли сразу выветрятся из своей башки, честное слово.